Ребятки, всем привет! Добро пожаловать на канал Иринка Перинка. Ну что, мы уже на месте. Кто посмотрел прошлое видео до конца, тот понял, что мы переехали в город Днепр. Или Днепро. Кстати, как правильно? Днепро. Леша говорит, что не переводится название. Сейчас мы едем в эпицентр, потому что мы разлаживали вещи, все распределяли и понимаем, что у нас ничего не помещается. Но это нормально, потому что в данный момент у нас комнатка там небольшая, места не так уж много. Рукур надо будет сделать. Но это не сейчас, а потом, как мы все разрывем, разложим по местам. Хотя бы более-менее будет порядок. Обязательно вам покажем и расскажем, где же мы живем, почему мы приняли такое решение. Но это все на благо, на будущее, на перспективу. Короче, будем держать вас в курсе. Поэтому, кто еще не подписан на мой канал, то обязательно подписывайтесь. И, девочки и мальчики, напишите, кто также живет в Днепре, очень будет интересно, сколько нас таких. Сколько теперь со мной в этом городе проживает зрителей и подписчиков. Я уже поняла, что девочек довольно-таки много. Может, еще не все написали, но все равно мне очень интересно. Может, со временем, когда пройдет этот карантин ненавистный нам, то, может, как-то встретимся все вместе, пообщаемся. Но это так, на перспективу, мысли вслух. Короче, поедем в Макдональдс. Я хочу кофе, и мне хочется сыра в кляре. Я до сих пор, типа, на правильном питании, без всякой гадости, но, тем не менее, вот хочется сыра, хотя сладкого, я до сих пор себе так и не позволяю. И, конечно же, латте, только без сахара. Не знаю, там есть, кстати, замените ли, нет? Латте? Да, ну, в Макдональдс. Да, может, и нет. А потом в эпицентр мне нужно посмотреть ящички, распределить весь свой уход и за лицом, и за волосами, потому что все эти боксы у меня на столе, и как бы это не очень удобно. И еще нужно такие, как контейнеры, мешочки для хранения, для нижнего белья. Да, мы как-то ездили, но тогда у нас не было никаких замеров, так еще полочка нужна в ванную комнату. Надеюсь, что сейчас что-то подберем и вам что-то поснимаем. Такие вот дела. Тут нам сигналит. Что он сигналит? Ну, он спереди стоит, что я имею в виду. А, ну да. Еще есть такой нюанс, что пешеходов не сильно-то и пропускают. Такая вот культура у водителей. Поэтому он сразу предупредил, что только пешеходный переход, только на зеленый, и то очень аккуратненько смотреть по сторонам. И то смотреть по обе стороны, а еще можно даже вверх голову поднять. Не, ну, в принципе, для меня это как бы не беда и не проблема, потому что я всегда к этому очень деликатно и как бы внимательно отношусь, перехожу дорогу только в положенных местах, на зеленый свет, на пешеходный переход, и то, конечно, я знаю, что бывают нюансы. Поэтому нужно бдить в оба глаза, в обе стороны. Нет, на все 360. Да, лучше на все 360 еще и вверх-вниз пересмотреть. Да, видите, сумки-холодильники выносят заказы, и парни совершают доставку. Молодцы. Ну, люди по телефону заказывают, пишут по номеру. Вышла девушка, назвала номер заказа, и он сразу. А еще, конечно, обратили внимание, что по сравнению с севером здесь очень много новостроев. Они прямо строятся очень быстро, молниеносно. Это если по сравнению с севером? Ну да. Ну даже по сравнению с Луганском. Вот я вспомню, даже мы когда переехали на Западную Украину, я была в шоке. Столько новостроев, все строится. А в Луганске у нас там один, ну максимум два новостроя были в процессе, и все. В Луганске такой был уровень коррупции, потому что местные чиновники не разрешали ничего строить. Да, нам даже рассказывали, что там пытались строительные компании выбить землю, но называли такие суммы, что было как бы нерентабельно, нецелесообразно начинать постройку многоэтажек. У всех были очень большие аппетиты. Да. Жадность. Жадность. Из-за этого и не было домов. На Вауши там вроде для молодежи, да, молодежный кредит, немножечко там построили. В центре был один дом, по-моему, в него потом попал снаряд, и все. Опять же, на Вауши делали, потому что это делали, ну как бы, от власти это все делалось, и на нем можно было очень много своровать. Поэтому там и делали. Коррупция. Слава Богу, сейчас, конечно, в этом плане, хоть такими мелкими шажочками, но есть покращение. Виталий, помогляйте. Доброго дня. Будь ласка, одни латы, одни американо без молока. И сыр камамбер. Сыр кляри, есть, да? Камамбер. Один сыр и великую картофель фри. Сегодня еще ничего не кушали. Доброго. 2,37. Ночью голодное. Давай. Кава. Кава. Дякую. Так, давай, чтобы оно не развелось. Кофе. Друзья, знаете, что я обратила внимание? Здесь повышенная влажность, и волосы у меня стали намного больше блестеть, но и немножечко больше пушиться. Ну ладно, это не проблема. И еще знаете что? Посоветуйте мне, пожалуйста, хороших стоматологов в классной клинике. Понятно, что нигде очень-очень дорого. Ну, может, средняя цена, но что вы делали хорошо, потому что мне нужно доделать свой имплант. Мне-то основную часть поставили. Нужно еще коронку и вот этот абартмент, или как он называется, уже не помню. Короче, нужно это все доделать, зубками заняться. Поэтому буду очень вам признательна и благодарна. Если вы местные из Днепра, то пишите, кому стоит обратиться и где делают хорошо. И заранее вам спасибо. Сейчас приедем к эпицентру, и там уже выпьем кофеечек, и я скушаю сырок, потому что голодная. Уже без 23, а мы, короче, вообще... Сколько уже? Без 23, а мы еще ничего не кушали. Только утром попили кофеечек, и все, прикинь? Все докатились. Выбираем такую корзинку какую-то, или полочки, чтобы я разложила весь свой уход. Вот 918, да? А, и получается вот эти пластиковые контейнеры, видишь, как тоже удобно. Да? А вот эти, видишь? И ниши, но они, наверное, высоковатые. На 3 этажа, поцелурия. 3, 4. 1, 2, 3, 4. Это как 4. А вот это вот на 3. Это 456. Это 600. Это вообще длинная. Наверное, под стол, чтобы зашла, Леш. Наверное, вот это вот. Сейчас можно будет померить. Не знаю, какое. Мне, конечно, вот это нравится, белое. Но она очень высокая. Такие интересные части, элементы. Полочки. Вот у нас выбор между тремя полочками. Все в одной цене. Да. Это со скидкой. Это было вообще 800. Но это полностью металл. И вот это вот очень прочная часть. Можно все поскладывать. И цвет мне нравится молочный. Это вот такая. Здесь ящички такие пластиковые. Они идут подороже. Там, ну, смотрели, три ящика, а четыре по две тысячи. Вот такая вот основа. 456. И вот тоже. Но здесь плюс, конечно, колесики. Передвигать ее. Короче, надо что-то выбрать из этого. Цена одна. Я склоняюсь к вот этой. Вот это на первом, это на втором, это на третьем. Здесь, конечно, выиграют колесики. Но если нам колесики не нужны, то, наверное, первое. Нужно, в принципе, взять вот такие два для нижнего белья. Но не можем их найти, где они. Есть, нет? Это что? 32,8,15. Это такая? Нет, это другая. Это серая. А там зеленая, с цветочками. Ребятки, ну что? Мы уже вышли. Что мы купили? Полочки все-таки вот те металлические, которые были по акции. И стоила эта полка 430 гривен. Такого молочно-бежевого цвета. Я обожаю такую цветовую гамму. Мне нравится мебель на кухню. Также в комнату, в спальню. Очень классно смотрится. Так прямо, мне кажется, гармонично. И не приедается. И вы знаете, уже на выходе я пошла за порошком сармой, потому что единственное, что я покупаю из моющего, чистящего, кроме фаберлик, это вот этот порошок сарма. Наверное, сейчас я его даже не найду. Также взяла органайзер. Он большой. Думала, бежевый какой-то или серый, но в итоге вернулась за розовым. С вот такими цветочками все-таки я девочка. Поэтому пускай будет розовая. И уже на выходе, пока я уже стояла на кассе, я нашла краску, которую вы мне советовали. Потому что мейкап в итоге мне звонит два дня назад курьер, говорит, можно вам доставить посылку Ломоносова 8, а это наш адрес бывший в Северодонецке. Я говорю, вообще-то я неделю назад делала уже перед десацию. А, ну давайте тогда отмена. Ну отмена так отмена. Заказала на другом диском сайте краски. В том числе и вот эту. До сих пор мне ничего не пришло. Я покупала крем Хно, она ужасная. Ничего она абсолютно не красит. Вы были правы. И когда-то у меня была эта краска, и она ужасная. И ужасная она осталась. Ничего не поменялось. Я не знаю вообще, кто покупает эту крем Хно. Она ужасная. Взяла Триуга. Черный цвет и также Мока. Она без аммиака. Также на основе индийской Хны. Написано, что в составе есть Гуава, Амлаш и Какай. И посмотрим, что получится. Такие вот дела. Спасибо. И еще давайте напоследок вам покажу свои новиночки. Фаберлик, заказик самого необходимого. И органайзер я все-таки буду заказывать у Фаберлик. Потому что он такой классный, плотный, как сумка. До переезда она нам очень пригодилась. И есть такой же большой органайзер, куда можно будет разложить нижнее белье. Он там, по-моему, грин по 200, по 240. Наверное, в идеале заказать два. И вот этот, потому что я взяла это в эпицентре для нижнего белья. Но я по опыту знаю, что они не совсем надежные и они не долговечные. Ребятки, давайте быстренько покажу свой заказик Фаберлик. Пока без себя, потому что нет места. И я не совсем уверена, что его в ближайшее время для себя подберу, чтобы вам себя показывать и свои новиночки. Пока поэтому так извиняйте. Мы без сутки. Разбираемся по порядку. Первое, что я заказала в первый раз, и я очень жалею об этом, почему я раньше не обращала внимания на линейку Ла Крем от Фаберлик. Это крем-гелия для душа. У меня один питательный, второй увлажняющий. Они идут с молочными протеинами. И, если честно, ароматы очень приятные, ненавязчивые. И даже, несмотря на то, что составы далеко не идеальные, они мне кожу не пересушивают. Питательный идет с миндальным молочком. Аромат более такой, знаете, универсальный и нейтральный. Чуть более ярко выраженный, это увлажняющий с кокосовым молочком. Но так как я любитель кокоса, поэтому для меня это огромный плюс. Прямо очень жалею, почему я раньше их не брала. Далее, это две зубные щетки с угольным напылением, которые я уже брала. Одну для себя, вторую для Леши. Они идут щетинками средней жесткости, не десна, не повреждают, очень мягко, деликатно и при этом достаточно хорошо очищают зубную эмаль. Далее, это зубная паста, также Ленечка Эксперт Фарма, Тотал Восстановление и Укрепление. Состав довольно-таки неплохой. В принципе, я уже брала ее, их надолго хватает, они белого цвета, довольно. И я брала это, по-моему, за баллы, то есть абсолютно бесплатно. Также за накопленные баллы я взяла вот такую активную сыворотку-кондиционер для роста бровей, артикул 1168. До этого у меня была сыворотка для роста ресниц. Она, правда, у меня уже довольно-таки долго, поэтому я выбросила, она аромат свой потеряла. Там белая насадочка, а здесь обычная щеточка, как у туши. Но, тем не менее, кстати, работает она неплохо. Бровки становятся более насыщенного, темного цвета и немножко более длинные. Поэтому попробуйте, у кого там реденькие бровки и кто пытается их отрастить. Из линейки Дом Фаберлик тоже взяла несколько средств. Также с углем средства для мытья посуды. Вещь универсальная, причем вот этими средствами я еще мою овощи и фрукты. Кожу рук не пересушивает, потому что перчаткой как-то я не могу, к сожалению, ничего мыть и в том числе посуду, хотя надо было бы. Потом средство для ванной комнаты. Очень оно мне нравится, оно мега экономично расходуется. И сразу взяла распылитель, потому что оно такое жидкое, как водичка. Средство чистящее, универсальное, удаляет грязь, мыльные разводы, водный камень, кальцевые отложения, ржавчину, устраняет неприятные запахи. И потом, конечно же, гель очищающий для унитаза, потому что на новом месте я всегда все мою, очищаю, дезинфицирую. Из-за этого у меня руки убиваются в хлам. Сначала мы выезжали с той квартиры, все чистили, мыли. И они у меня уже тогда пришли в негодность. И кутикула, и ногти слоятся, и кожа сухая. Поэтому вот такие вот перчатки, экспресс маникюр для меня в помощь. Эти идут с линеечки ПРУ-руки с кокосиком. Когда-то они у меня были довольно-таки неплохо восстанавливаются. Также взяла еще жидкое крем-мыло, потому что мне сейчас только крем-гели и крем-мыло подходят для моей кожи пересушенной. Это у нас штрудель с мороженым. Очень вкусненький, приятный, сладенький аромат. Прямо хочется его скушать. Также по баллам взяла вот такой дезодорант Комфор Льна. 0% спирта, шариковый, кремовый. Вообще, конечно, такими не пользуюсь, но, может быть, более тщательная защита нужна будет на жару. Посмотрю, а может подарю. Опять же, по баллам абсолютно бесплатно. Также для Леши взяла в очередной раз вот такой шампунь против перхоти из линейки Эксперт Фарма. Устраняет перхоть и препятствует ее образованию. Больше, конечно, как профилактика. Если у вас серьезные проблемы, нужно искать причину и лечить ее. А вот как профилактика, если иногда, допустим, от переживания смены воды появляется перхоть, то вот такой шампунь вам подойдет. Вот так же был еще спрей-сыворотка. В тандеме они, конечно, намного-намного лучше справляются. Также взяла вот такие вот наклеечки для маникюра, для французского маникюра. Давно я его себе не делала, поэтому по баллам, думаю, нужно себе взять. И так же вот лавандовое поле, вот такие саше ароматизированные. Мне почему-то нравится больше лаванда, особенно на верхнюю одежду где-то это все крепить, вкладывать, чтобы моль не заводилась. И последнее, пожалуй, то, что у меня есть в моем заказе, это шторочка для ванны, которая будет защищать от брызг и от воды. Вот такая красивая, голубо-синяя, полупрозрачная, и она немножко, видите, как с голографиком идет. Мне прямо понравилась. Она довольно-таки длинная, но я думаю, что она нам подойдет. Если будет даже длинновато, то я ее обрежу. Так, какой у нее размер? 180 на 108. Артикул 117.02. И хочу еще взять набор в такой же цветовой гамме для ванной комнаты. Это для жидкого мыла, потом подставка для обычного мыла, по-моему, есть. И также для зубной пасты и зубных щеток. И вот такие крепления тоже идут в набор. И потом, так как я брала прошлый раз из линейки корректирующей от Фаберли к маечку, она мне безумно нравится, этот цвет очень оказался универсальным, то на этот раз я взяла для себя боксеры корректирующие. Шортики по-другому корректирующие. Здесь очень плотненький верх. Линия пояса. Немножко завернулись. Я их уже примеряла. И классно они сидят. И я очень рада, что взяла не самый маленький размер, а это у меня МКЛ. Потому что мне не нравится, чтобы они меня прямо сдавливали. Сильно утягивали. Мне этого сейчас как бы особо и не нужно. Но при этом, знаете, очень классно все подчеркивает. Никаких изъянов. Прямо такие все плавные, классные, женственные переходы. Плотненькие. Здесь еще косточки сзади и впереди по линии пояса. Они, кстати, не слишком короткие. И прямо, знаете, все так подтягивает красиво под какую-то облегающую одежду, где нужно выглядеть идеально. То такое белье, конечно, подойдет. А вообще я брала эти шортики, знаете, под те платья, под те туники, которые сильно просвечивают. Потому что я чувствую себя не очень комфортно, когда я знаю, что у меня есть под низом шортики. Или, знаете, ветер подул, платье вверх и вся попа наружу. А так, когда имеются такие шортики, то можно не переживать. И вот такой каталог, который будет действовать с 18.05. Тут очень классный, с блестками, красивенные инстаграмные глэм масочки. Обязательно их буду заказывать. И золотая, и фиолетовая здесь имеется, и серебристая. Написано, что собери тысячи лайков. Обязательно нужно будет попробовать. И на мое удивление, здесь очень классный состав. В составе 10% геля алоэ вера, 8 аминокислот, гиалуроновая кислота и еще другие компоненты, такие как аргинин, аланин, пролин и глутаминовая кислота. Вот так вот. На сегодня это все с моим заказиком, с моими новиночками в Аберлик. Вот такую полочку, безок, мини, не Юри, мы купили по акции Центр Мебли, цвет бежевый, размер 415, 260 на 740 миллиметров. И вот такая вот красота. В наборе шел ключик, поэтому без проблем можно все собрать легко. Очень мне понравился вот этот цвет, качество, металл и плотное днище. Оно не будет прогенаться. Я думаю, что этих полочек мне хватит более чем достаточно, чтобы распределить весь свой уход и за лицом, и за телом, и за волосами. Видите, полностью металл. Пластиковые ограничители, чтобы не царапать пол. То ли это ламинат, то ли линолеум, или другое покрытие. Короче, вещь шикарная, поэтому имейте в виду, если вам нужна такая вещица, то сейчас 50% акция. И знаете, что расстроилась? Вы не обращаете внимание? У меня бардак, пока мы еще в процессе разбора. Мы покупали в АТБ Делмайер кофе, вот такое, Деора, Мексика, по 420 гривен. И сегодня мы напротив как раз эпицентра метры решили туда заехать, кое-что там купили, масло оливковое, холодного отжима, и смотрим вот этот кофе по акции 319 гривен. Я немножко, если честно, огорчилась. Очень такой ароматный, я надеюсь, что и вкусный будет. Но вот имейте в виду. Девочки, ну что, вот она полочка. Леша мне ее собрал. Выглядит она замечательно. Очень и очень стильно. Я довольна. Вверху у меня вместился абсолютно весь уход за лицом. Потом вторая полочка здесь с уходом в основном за телом. И нижняя полочка это весь мой уход за волосами. Еще, правда, один мой новый автозагар. И вот еще мой бьюти уголок, пока я вот так все распределила. Это все, что у меня осталось из декоративной косметики после многочисленных зачисток, чему я безумно рада. Здесь у меня кисти, карандаши для губ и для глаз, для бровей. Здесь у меня также тональные основы, которые остались после зачистки. Здесь у меня консилеры, там у меня туши. Так, здесь у меня тоже какие-то тенюшки, однушки. Это вот это вот все палеточки, опять же, которые остались после зачистки. И немножечко еще декора для губ. Здесь у меня помады и жидкие, и обычные, и блески. Вот таким образом выглядит мой бьюти уголочек на сегодняшний день. И вот такая замечательная полочка, которая очень быстро собирается. И здесь теперь у меня абсолютно весь мой уход и декор все в одном месте, чему я очень-очень рада. А на сегодня, девушки-красавицы, это все. Всем спасибо за внимание и всем пока. До новых встреч. Жду ваших отзывов и комментариев.